Приветствую вас, мои дорогие, вы на канале Жанны Фетисовой. Я хочу ответить на вопрос, который вас интересовал. Почему в 44 уже года, в ноябре мне будет 44, у меня нет таких, ну, огромных, я бы так сказала, морщин на лбу? И почему при таком довольно большом весе у меня не сильно виден нижний подбородок? Я знаю, что меня смотрят не только женщины, но и мужчины. Те, кто работает в медиаструктурах, для них это немаловажно, чтобы лицо выглядело хорошо. Я рассказываю небольшие секреты. Каким образом можно двигать, например, боровями, при этом не напрягая лоб? Что для этого нужно? И как убрать второй подбородок? Как сделать более, ну, я бы так сказала, накаченной вот эту мышцу? Вот эти два вопроса мы сегодня с вами разберем. Видео будет небольшим, но информативным. Какую гимнастику я рекомендую делать своим ученикам? Первое, что я всегда прошу, обязательно научиться расслаблять лоб, точнее, научиться чувствовать, когда в вашем теле и особенно в вашем лице есть некоторый зажим. Я думаю, вы видели младых людей и девушек, которых в 20 лет вот такие вот горизонтальные, даже вот здесь вертикальные, прям такие старческие морщины. Да, это мимические морщины от того, что их мышцы, вот этот вот мышечный корсет, да, постоянно напряжены. То есть, все лицо очень сильно напряжено. Я видела вопросы о том, не колола ли я что-то в свой лоб. Нет, я не могу, к сожалению, делать никакие уколы, может быть, даже к сожалению, потому что, наверное, когда-то придется что-то все-таки сделать, когда уже будет, ну, более такая взрослая, да, кожа, более возрастная. Но, к сожалению, мне очень больно, у меня повышенная чувствительность кожи, и не могу переносить уколы подкожно. Один раз я попробовала витаминами проколоть лицо, и бедная моя просто косметолог была в ужасе, потому что она настолько испугалась, мне было так больно, что я даже плакала. У нее первый раз такой был пациент. Она сказала, Жанна, ну, даже если витамины так больно, даже с обезболиванием это, к сожалению, не помогает. Поэтому, ребята, нет, я ничего не колю. Доказательство тому, что я могу сделать вот так, да, и вы видите, что здесь образуются, да, морщинки. То есть, живые мышцы у меня все в порядке. Что же нужно сделать, чтобы они вот в таком состоянии, вот такой гармошкой все время не были? Ну, во-первых, это тот жест, по которому узнают друг друга мои ученики. В телевидении, и в кино, и в театре они делают вот так. Да, я прошу делать вот так, чтобы расслабить мышцы. Они периодически проверяют себя вот таким образом, постучить по своей голове. Это единственное, что помогает в тот момент, когда вы напряжены. Научитесь, пожалуйста, проверять, чтобы у вас был очень гладкий лоб. Когда вы делаете вот такие вот постукивания, ваши мышцы расслабляются. Поэтому массажисты делают вот такие вот постукивания в процессе массажа, чтобы мышцы немножечко, такие застойные явления, да, они разошлись. Далее, что еще? У нас в каждой туалетной комнате есть маленький свет. То есть, это не яркий свет. Когда вы просыпаетесь, когда у вас глаза еще совсем не открыты, вам тяжело смотреть на яркий свет, и вы очень сильно щуритесь. Поэтому я предлагаю вам какую-то систему освещения организовать в своей квартире, чтобы не делать все время вот так. Это тоже формирует дополнительные ненужные вам марши. В принципе, это несложно. Это светодиодную можно просто полосочку повесить, подсказывая вам, как это сделать. Летом обязательно носите темные очки. Также не стесняйтесь носить темные очки. Если у вас резь в глазах в течение всего сезона заговорила про очки, что-то в глаз попало, просто весь день сегодня звучало, уже, честно говоря, устало. Найдите, пожалуйста, себе полупрозрачные очки, которые не будут шокировать других людей, чтобы вы не были как кот Базилио, который просил милостыню в таких вот круглых темных очках, чтобы они смотрелись все-таки как, ну, такой ненавязчивый аксессуар. Тем не менее, они будут немножечко скрадывать, убирать ненужную яркость. Я часто такими пользуюсь. Кстати, это очень полезно и рекомендуют офтальмологи, людям, у которых часто бывает конъюнктивит, либо просто чувствительные глаза, особенно на улице. Дует ветер, в метро очень сильные ветры, и вся грязь летит, потом начинается воспаление. Итак, это третье. Расслабляем вот таким движением мышцы. Добавляем такой полусвет в туалетных комнатах, чтобы с утра не щуриться. И третье – это очки. В следующий момент вам нужно научиться разделять мышцы, то есть чувствовать, какая сейчас мышца напряжена. Для этого есть хорошее упражнение. Фактически, это упражнение из йоги, которое позволяет почувствовать и понять каждую мышцу своего тела, и в том числе мышцы на лице. Скорее всего, лучше делать его все-таки перед сном. Спокойно лечь и расслабиться. Закрыть глаза, руки по швам, ноги вытянуты спокойно. Лучше даже убрать подушку из-под головы. И постараться напрягать и расслаблять поочередно каждую мышцу. Вначале крупно, целыми отделами. Например, напряжена вся голова, вместе с глазами, ушами, всем чем только можно, челюстью, лбом, все. Расслабились. Еще раз напряглись. Расслабились. Пожалуйста, почувствуйте разницу между напряжением и расслаблением. В этот момент вы ощутите весь мышечный каркас, который у вас включается. И каждый раз, повторяя это упражнение, получить удовольствие от расслабления. Следующее, допустим. Грудной отдел, плечи и руки. Вот так. То есть, они у вас лежат, да, выпрямленные, и вы должны их сильно напрячь. При этом лицо спокойное, ноги спокойные и бедра спокойные. То есть, все остальное, кроме, допустим, плечевого отдела. Ниже. Живот. Только мышцы живота, да, брюшину, поясницу. То есть, вот следующий кусок тела. Напрягаете, расслабляете. Еще раз напрягаете, расслабляете. Если вам легче чувствовать мышцы с закрытыми глазами, закройте глаза. Дальше, например, только бедра напрягаете сильно, расслабляете. Потом только ноги. На следующий день вы возвращаетесь к этому упражнению и уже делаете его более дробно. То есть, дробите. Смотрите, вы напрягаете только лоб. Более мелкие мышцы. Расслабили. Постучали, чтобы полностью расслабить. Следующая, да, полосочка. Просто спускайтесь вниз. Только глаза. Расслабили. Расслабили. Например, только челюсть и рот. Все остальное, смотрите, свободно, да, должно быть. Сделите отдельно. Только руки. Только грудь. Грудную клетку. И расслабили. Уже мелкими отделами по всему вашему организму. И усниваете спокойно. Дайте какое-то время вашему организму привыкнуть и ощутить каждую мышцу. Постепенно. Через некоторое время вы должны прийти к тому, что вы напрягаете, например, только правую сторону лба. Или только левую, да? Или только правый глаз. Только, например, верхняя века. То есть вы должны все меньше и меньше эти зоны делать. И таким образом вы будете лучше чувствовать каждую, каждую мышцу. Поэтому, когда я говорю, у меня активно двигаются брови. Вот здесь у меня спокойно. О чем я говорила вам в комментариях. Я разделила вот эту зону. Вот здесь мышцы. И вот здесь. Да, конечно, тут чуть-чуть тоже касается, да, немножко. Но здесь гармошка не образуется, понимаете? Поэтому мне легче сохранять более молодой, да, так скажем, вид. Итак, следующий момент. Нужно ли всегда иметь расслабленное лицо? Полностью. Конечно, нет. Потому что если полностью расслабить лицо, то у вас будет лицо идиота, да? И есть такое упражнение. Я же не могу ходить с таким лицом, правда? Таким образом. Следите, чтобы ваши глаза были спокойно расслаблены. Не подняты брови. И тем не менее, чтобы ваши губки чуть-чуть улыбались. Слегка. Почему? Почему это важно? С возрастом формируется гриммасса из преобладающей эмоции. Если вы посмотрите на некоторых стариков, то вы можете увидеть их характер в глубокой старости. Мышцы складываются в преобладающую эмоцию. Если человек был очень злым, раздражительным, у него будет ужасное лицо, ужасная гриммасса в итоге в старости. Если человек больше улыбался, у него будут морщинки сложены вот в такие вот. И вот здесь будут лучики, понимаете? И на него будет приятнее смотреть. То есть в итоге мы все равно все с вами постареем. Мы с вами все равно не будем выглядеть всегда как персик. Так давайте стареть красиво. Делаем вывод. Улыбаться выгодно. Пусть формируются вот такие вот морщинки, нежели что-то такое, да, некрасивое. Следующий момент, о котором я хочу сейчас быстренько вам рассказать, это подбородок. Что нужно сделать, чтобы накачать вот эту мышцу? Нужно поставить вот так вот ручку. Можно на стол, кстати, поставить и упереться полностью подбородком. Не сильно растягивая кожу, пожалуйста, не двигайте туда-сюда, а просто ровненько вот так прямо положите. И попробуйте как бы сопротивляться этой руке. Найдите вот эту мышцу, почувствуйте ее вот тем упражнением, которое я вам показывала в начале, да, по разделению мышц, по ощущению мышц, напряжение, расслабление. Вот эта мышца, она жесткая должна быть в итоге у вас. И попробуйте сопротивляться. То есть делать вот так. Вот так 10-15 раз. Вот эта мышца начинает очень сильно накачиваться. В дальнейшем у вас вот здесь будет более подтянутый силуэт. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Делитесь также своими методами и способами. Хорошо выглядеть за 40. Хочу хорошо выглядеть и в 50, и в 60. И радовать своих близких. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok